Вот она, новая туркинская средняя школа. Своими первыми впечатлениями делятся и ученики, и учителя. Она больше в несколько раз. Мы сейчас по секам, то есть начальная, средняя, старшая звенья. Есть площадка, а то у нас последний год не было вообще ничего. Для нас большой неожиданностью был несравнимый ни с чем по своим размерам спортзал. Высота спортзала 9,11 метров. Размеры, площадь спортзала 500 квадратных метров. То есть для сельских детей это просто и не снилось, иметь такой спортзал. Радуются столь знаменательному событию, конечно же, дети, а также их родители. Вот я внука привела сегодня, внучку. Рады даже, что пошли в новую школу. Очень даже рады. Спасибо всем, кто строил ее. Спасибо главе, спасибо администрации. Я рад, что есть новая школа, сделали ее. И что есть много классов, всего такого. Есть физкультура. Проинспектировал школу и глава Бурятии. Здание пятиблочное, соединено между собой переходами. Имеются интерактивные классы. Будет интернет. Пищеблог соответствует всем требованиям Санпина. Гостям показали и музей, где больше всего заинтересовали старые утюги. Вот, точно. Николай Юрьевич, ты прав. Зачемки? На угли. Смотри, каких только нет. Затронули и тему детских садов. Вячеслав Наговицын отметил, что за счет альтернативных форм, это и частные детские сады, и семейные группы, модернизация и ремонт старых зданий удалось значительно сэкономить. В этом году был потрачен 451 миллион рублей. Что бы мы могли на эти деньги сделать? Если через строительство идти, то мы могли бы построить ровно 451 место в детском садике создать. А мы создали в общей сложности порядка около 10 тысяч мест. Ну вот, видите, разница какая. Я считаю, что мы абсолютно правильное решение приняли. Но это не говорит о том, что мы в дальнейшем не собираемся строить. Мы собираемся строить детские садики абсолютно точно. В целом, в нынешнем году в Бурятии вводится в строй три новые школы. Еще одну, уже на 450 мест, построили в Закаменске. Булац Деньшеев, Дмитрий Гомбоев, Алдар Дармаев. Новости дня. Прибайкальский район. Село Турка.